Толчок на грудь Сейчас мы подробнее остановимся на взятии на грудь и разберем упражнения, которые помогут улучшить это движение. Этими упражнениями сегодня будут взятие на грудь штанги из паха, взятие на грудь от середины бедра, плюс от колен, плюс ниже колен. И взятие штанги на грудь, стоя на подставке. Оно позволяет устранить такую проблему отчасти, как задирание спины таза вверх при старте. Сейчас я покажу вам такое упражнение, как взятие штанги на грудь из паха. Если вы смотрели предыдущие видео про рывок, там есть аналогичное упражнение. Рывок штанги из паха выполняется, опять же, по аналогии с рывком. С ноги мы ставим уже плеч, примерно по 5 см, у кого-то, может, чуть больше, чуть меньше, от проекции плечей вовнутрь. Выполняется с прямых ног, с разбросом ног. Ноги полностью прямые, спина прогнута, и выполняем прыжок. Также еще одна разновидность этого упражнения, особенно, кто не может на первых парах правильно его выполнять, на грудь из паха загрузки спины. Также мы оставляем ноги прямые, широчайшими прижимаем штангу к себе и наклоняемся примерно под 30-45 градусов. Кто-то чуть больше, чуть меньше. Затем мощно разгибаем спиной, но до угла 90 градусов относительно пола, то есть назад нельзя отклоняться. Но разгибаться, опять же, нужно до конца. Если мы разогнемся до суда, до такого положения, не совсем до конца, то тоже будет неправильно. Выглядит примерно так. Такое упражнение, как взятие на грудь штанги из паха, позволит вам отработать активную концовку и отработать хороший быстрый уход под штангу. Следующее упражнение, которое я хочу вам показать, это взятие штанги на грудь от серийного бедра, плюс от колен, плюс ниже колен. Я в своих тренировках использую это упражнение следующим образом. То есть идем мы сверху вниз, берем от серийного бедра на раз, от колен на раз и ниже колен на раз. Когда мы доходим до веса 80-85% от предела, то опять же условно плюс-минус, то по три раза уже брать тяжело. То есть здесь раз, здесь раз и здесь раз. Поэтому я оставляю одно или два движения. Как правило, оставляю взятие от серийного бедра, плюс ниже колен. Лучше отрабатывать именно на предельных подходах ваши слабые стороны. Очень важно правильно выставить колени. Это типичная ошибка, когда атлеты выводят колени вперед. Особенно неопытный спортсмен. Колени нужно отвести назад, поясницу прогнуть, таз должен находиться сзади. Также колени должны немного быть развернуты наружу. Но развернуты наружу они должны быть на той же линии, что и стопа. То есть стопы у нас развернуты примерно на 20 градусов, если взять от прямой линии. Также колени развернуты в эту сторону примерно на 20 градусов. То есть если нога стоит так, а колено мы повернули слишком, то это тоже неправильно. Спина прогнутая, таз отведен назад, колени сзади, спина загружена. Проекция плечей накрывает проекцию грифа и смещена примерно с проекцией коленей. Выполняем тягу, затем мощный подрыв. И уходим в низкий сет. Вот таким образом. Затем выполняется взятие от колен. И свиса ниже колен. Поскольку штанга держится у нас впереди на руках, то наш естественный центр тяжести смещается немного вперед. Поэтому мыслью надо стараться всегда себя смещать на пятки. Если, допустим, мы будем просто держать штангу и ничего не делать, то наш центр тяжести сместится вперед. Он просто перетащит нас на носки. Даже при правильной постановке плечей, спины, таза, при взятии штанги на грудь с висса ниже колен, либо с помоста, то есть вот с этой нижней фазы, нужно отводить колени немного назад. Потому что типичные ошибки какие у нас бывают. Либо колени остались впереди, и мы широчайшими на себя натягиваем и задеваем просто колени. То есть нанося по ним удар. Вот таким образом вот мы задеваем. Либо второй момент, одна из тоже типичных ошибок. Мы просто обводим вот так колени. Также нарушается траектория, усилие будет не в том направлении, не столь мощное. Правильно делать нужно следующим образом. Мы отводим штангу на себя, при этом не задирая таз. То есть отводим на себя, колени отвели, и вот она проходит касательно колени. Взятие штанги на грудь от середины бедра, плюс от колена, плюс ниже колена, это одно из основных упражнений для отработки взятия штанги на грудь. Еще одно упражнение, которое я хочу вам сегодня показать, это взятие штанги на грудь, стоя на подставке. Очень частая проблема при взятии на грудь, сдирая таз вверх. Вот это упражнение, чтобы его правильно сделать, таз придется опускать ниже. Оно помогает отработать именно хорошее начало движения. Также делаются тяги, стоя на подставке, но это уже другая история. Принимаем стартовое положение. Спину прогибаем. Таз находится сзади. Вот у нас съем пошел. То есть, и дальше пошла тяга, и, наверное, штанги на грудь. Упражнение позволяет нам отработать хороший, активный съем штанги с помоста. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще очень много интересного. И в следующем видео мы разберем вторую часть толча классического, а именно толчок штанги с груди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!